МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильные и харизматичные. Японский дизайнер взял за основу узнаваемый контур церковного купола, который, как и предыдущая работа, окрашен в белый, синий и красный цвета. Переходим дальше. А вот в работе фрилансера из Македонии сразу несколько отсылок ключевых элементов. Красный фон, по задумке художника, это Красная площадь, в центре бутылка водки. На ней латиницей написано Россия, но не так, как это слово пишется в английском языке. А так, как оно произносится иностранцами. Также в глаза бросается и звезда, символ советской армии, победившей фашизм, и внутри звезды Луковка, собор Василия Блаженного. Ну и вот снова Мишка. На этот раз авторство чешского дизайнера. Художник изобразил хищника в виде матрешки. Еще одного узнаваемого образа. У русского медведя суровый взгляд. Так автор видит наших соотечественников. А на голове уксалапого берет российского спецназа. Символ героизма русских солдат. В работе художника из Штатов также сразу узнается храм Василия Блаженного. В оформлении используются те же цвета, которые реально присутствовали в соборе, чтобы каждый человек смог узнать их. Дизайнер не стал использовать надписи. По его словам, купола сами по себе отражают образ России. Ну и снова он, Мишка. Бурый. Теперь уже в шапке-ушанке. Таким видит логотип России дизайнер из Греции. Как признался автор, для большинства людей символ России это все же медведь. Которому художник добавил традиционную, по мнению иностранцев, русскую шапку. У всех художников получилось довольно ожидаемые, но добрые образы. Из этих работ видно, что Россию до сих пор ассоциируют с медведями, водкой и Красной площадью. А жители России представляют скорее как строгого, угрюмого, но дружелюбного человека. Запад в силу определенных причин поддерживает свою идеологию. И очень тяжело пробиваться вообще нашим артистам, нашим людям искусства. Кроме хоккея и балета, так сказать, там мало что знают. А образ о России, он ведь очень ютемкий. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас наметил тенденцию к чему? Во-первых, киноискусство уходит на задний план. Приходит так называемое экранное искусство через мониторы интернета. И так далее. Таким образом, время сделает свое. И самое главное, я еще раз говорю, тем не менее, мы должны каким-то образом позиционировать себя на рынке восприятия нас через разные фильмы, через интернет, через телевидение. То есть над этим надо работать. Таким образом, время сделает стадик. Удачи! Удачи! Удачи!